Но мне вообще одиночество не очень свойственно, то есть как-то я из него быстро выхожу, если такое случается. Ну, может быть, дело в том, что это не вокруг тебя церковь, а в тебе церковь, в тебе дух. Ну, видимо, да. Может быть так. Но я думаю, что это больше какой-то внутренний такой склад, такой настрой, что ли. Но так было не всегда. Ну, расскажи. Ну, я хочу сказать, что я, когда пришел в наш храм в 2008 году, у меня был уже опыт, в другой церковь я ходил. Ну, я имею в виду другой храм. И мне вообще непонятно было, что бывает община, что бывает приход, что... Ну, вернее, я под словом приход что-то другое понимал, нежели я понимаю сейчас. То есть мне было непонятно, что какие-то могут быть группы, какие-то совместные чаепития. То есть для меня это вообще космос был. И тут я, когда пришел в наш храм, я увидел объятия людей. Я увидел, что как-то вот так шумно, что люди куда-то потом вместе идут, какими-то парочками, там, тройками, пятерками расходятся куда-то. И как-то все это мимо проходит. И я понимаю, что я пришел один и ушел один. А эти люди куда-то пошли. А мне тоже хочется пойти. Потому что мы совместно что-то сейчас пережили, мы прочастились. И они куда-то пошли, а я никуда не пошел. И так было несколько раз, даже какое-то количество месяцев так было. Следом за мной пришла моя жена. А потом мы, собственно, увидели, что... Ну, это как бы мы сразу увидели, но пригляделись, что у нас при входе куча объявлений разных всяких висит. Добро пожаловать туда-сюда, вот телефоны, вот, пожалуйста, куда хотите. Вот. И мы попали в семейное движение КАНО. И через это, через КАНО мы познакомились с частью прихожан и начали уже дружить. И вдруг стало понятно, что это не так сложно, что оказывается люди доброжелательные, что не надо там какие-то пароли яркие там сообщать. Можно просто, так сказать, задружиться по-легкому. Вот такой мой опыт. Но вот это ощущение я запомнил. Вот этого нового человека, который пришел и который пока не знает никого, и который один пришел и один ушел. Он на все это посмотрел, как это может быть, но ушел он один. Я это очень хорошо запомнил и понял тогда то, что не все люди могут позвонить, написать, прийти, значит, сделать шаг первый вот этот вот самому, что часть людей вот так какое-то время вот так вот будет пребывать в одиночку. Что значит в одиночку? Они, может быть, просто очень самодостаточны? Возможно, возможно. Но потом я приходил как бы в другие храмы и видел, что люди вообще пришел, ушел, все, свечки поставил, исповедовался, причстился, все, до свидания. И просто я благодарю Бога за то, что вот я попал в общину. Вот. А сейчас-то у меня совсем как-то другие ощущения. Я как-то стал больше видеть, что этих общин оказывается уже и много. И там, и там община, и здесь община. На самом деле, ее не так сложно создать, если, ну, лояльно в священном начале. Вот. Так что... Да, у меня тоже такое же точное наблюдение. То есть я редко, но все-таки иногда хожу в другие храмы Москвы, и мастырские храмы, и другие приходы. И я вижу, что даже в монастырях есть свои какие-то постоянные такие... Ну, актив, что ли, свой, постоянный. Всегда люди обнимаются, встречаются. И я вижу, что они так ходят по многу лет, одни и те же люди. Внутри этих групп одни и те же священники. Особенно в монастырях там священников-то много. Я вижу, там, на исповеди, там, к одному и тому же монаху, в иеромонаху приходят одни и те же люди постоянно. То есть это действительно существует, но, знаешь, вот у меня... Ну, вот какого чувства, о котором ты вот сказал, поделился, у меня никогда не было. Хотя я в храм пришел давно. По-моему, в 90... Ну, не знаю, не помню, в 95-м, может быть, в 6-м году в наш храм пришел. Мы пришли вместе с женой. Вот. То есть давно уже, четверть века, да. И я вот сейчас даже подумал, а почему у меня не было никакого чувства такого вот как бы... Ну, как бы хорошей зависти. То есть я тоже видел, что люди обнимаются, встречаются. У меня никогда не кололы, что ли, в душе. То есть не задевало это. Я вспомнил, как я иногда паломничаю в монастыре. И паломничаю не просто приехал-уехал, а трудником там работаю, послушником. Иногда до недели, иногда больше. Тружусь там. Ну, то есть живу вместе с братьями, собственно говоря. Вот. Ем, пью, работаю вместе с ними. И там собираются, как правило, незнакомые люди. Иногда со всего мира. В монастырях, например. Ну, не знаю, там где-нибудь на Валааме, например. Или на Соловках. Вот. И там мгновенно, абсолютно, по щелчку возникает, по одной молитве, по одному вздоху. Вместе встали, и вы уже вместе. Вы уже никак не одиноки. Вы уже вот молитесь. А в монастырях так это же вообще есть. Особенно в мужских монастырях там есть необычайные обычаи. На вечерних все обнимаются и просят прощения друг от друга. Это настолько трогательно, трепетно. И какое там одиночество? Ты брат, и вот ты брат. И я, собственно говоря, после паломнических поездок и к месту, и не к месту, теперь употребляю уже много лет слово брат. Хотя иногда это выглядит странно. Но тем не менее, не могу это. Действительно, у меня уже мужчина-брат, если он имеет отношение к церкви. То есть, в некотором смысле, ты пришел на исповедь, ты пришел, причастился, ты постоял в очереди и выпил из одной чаши, причастился из одной чаши, и ты уже не одинок. Какое там одиночество? Нет никакой разъединенности. Это нонсенс. В некотором смысле, то название, которое придумали наши сестры, оно – это нонсенс. Нет никакой разъединенности в нашем храме, в нашем приходе. По определению, даже если люди не общаются с другом. Но это вот мое мнение. Как это думаешь? Я вообще, мне сложно оказаться в одиночестве, как внутреннем, так и фактическом. Я сразу начинаю общаться с людьми, где бы там ни был. И вот мы как-то в последние годы часто переезжаем, я имею в виду место жительства, как-то меняем по Москве, в разных местах живем. И я замечаю, что через несколько месяцев я в подъезде почти всех знаю уже. Со всеми здороваюсь, первый. Ну и вот этот small dog, который, в общем-то, принят. Просто в лифте с человеком начинаешь разговаривать, общаться о каких-то совершенно общих вещах. А потом уже с этим человеком начинаешь что-то связывать. И это время короткое. Я вообще считаю, что надо очень ценить время. Я не знаю, сколько мне жить, и я не знаю, сколько мне жить здесь, в этом доме, в этом подъезде. Я не знаю вообще, сколько этот человек там проживет. Но я сейчас со знаком плюс просто хочу сказать, что я ценю ту возможность общения с человеком, который у меня есть. Пусть даже этот человек в моей жизни какой-то небольшой отрезок времени меня с ним соединяет. Но очень часто вот эти встречи, бывает, либо во что-то они вырастают, либо просто помнятся. Такие встречи запоминаются. Вот ты сказал про паломничество. Я помню, как я на Афоне познакомился с одним американцем. Он византинист такой, или византолог, как правильно сказать. Ну, в общем, специалист по Византии. И он на Афон ездит уже несколько десятков лет. Я с ним познакомился вот так же, как тут. Вот так просто познакомился, и все. Здрасте, здрасте. И он меня пригласил в гости, чем-то угостил. Потом из Америки письмо написал. И я понимаю, что, ну, вероятнее всего, этого человека сейчас уже нет в живых, но какой-то вот след это оставляет, вот эти встречи, они оставляют какой-то след в жизни. Поэтому я стараюсь использовать возможность. И, вы знаете, мне, ты знаешь, мне иногда люди как-то вот чуть отходят в сторону. Им кажется, что, может быть, я слишком близко подхожу, что ли. Вот. Ну, не все к этому готовы. Не все готовы к близкому общению, к какой-то взаимности. Вот. Но я чаще замечаю, что те же самые люди, они потом благодарны. Потому что не каждый человек может не делать шаг навстречу. Ему нужно дольшее время, может быть, побыть на дистанции. Вот. А мне кажется, что если долго держать эту дистанцию, то может вообще ничего не получиться. То как-то вот раз, разошлись, и все. Поэтому мне сложно вообще остаться одному. Как-то вот как-то не получается одиночничать. Больше, наверное, это одиночество, оно какое-то такое внутреннее бывает, когда, ну, как-то хочется с кем-то таким очень существенным, очень таким откровенным поделиться. И бывает, что не всегда рядом есть тот человек, с которым я, ну, прямо сейчас готов. Но это не страшно, это долгие такие какие-то минуты, может быть. А так, по большому счету, у меня одиночество. Трудно вспомнить даже когда. Ну, да, понимаю. Знаешь, мне так кажется, что человеку, который в церкви, который молится, который постоянно живет с мыслью о Боге и с мыслью о желании получения в душе Святого Духа, благодати Божией, он по определению не может быть одинок. Потому что он вписан в это огромное, многомиллионное поле, которое людей, которые, собственно, и есть церковь. Не только же наш приход, вообще в принципе. Я не знаю, у меня это острое ощущение во время причащения каждый раз и очень острое ощущение во время Пасхи. Ну, вот у меня как раз во время причащения, я буквально вот, когда мы ждем причащения, я подхожу, передо мной остается несколько человек, я как-то больше каюсь, прошу у Бога прощения, чтобы примириться с Ним. А как-то еще так получается, что я чаще всего по правой стороне стою и троится передо мной. И я как-то думаю не вот о единении с людьми, а как-то вот такое вот у меня, может быть, личное общение с Богом в этот момент возникает. А вот когда благодарственные молитвы после причащения, вот тогда да, тогда мне становится очень радостно, что столько братьев и сестер вокруг, что мы на единой чаше, и что мы, действительно, у нас такая какая-то счастливая возможность есть. А вот и вообще, что у нас многое, что так все здорово. Ну, вот скажи, есть же действительно люди, ну и во время вот весеннего периода пандемии, первого всплеска, первой волны, когда храмы были закрыты, люди не могли причащаться, и мы с тобой. Но, собственно, есть люди больные, которые по многу лет не ходят в церковь. Они, правда, могут пригласить к себе священника, что можно было и тогда, и сейчас. То есть в этом проблем-то нет особенно. Вот, нам только договориться. Если говорить о конкретном вот вкушении тела и крови Христа, то это действительно выбор его, пригласить священника. Я вот, честно говоря, вот что я делал, как-то интуитивно у нас пришло в семье. Когда вот это все было, я ставил стол, икону, иконы. В центре вот ставил вот этот экран, как-то вот всю вот обстановку создавали. И вот эта вот литургия онлайн была. Причем я не только нашего храма, я вот на нескольких посещал вот таких вот в несколько общин приходил. Вот, ну, понятное дело, что большинство литургии это было нашего прихода. И я понимал, что я причаститься сейчас вот, ну, не могу причаститься. Ну, я брал кусок хлеба и клал, прям, ну, перед собой клал этот хлеб. Сильно не задумываясь о том, является ли это телом Христа или нет, Думаю, ну, что я буду, я не буду сейчас, я об этом серьезно задумываться. Я, что я имею возможность сделать? Вот сейчас помолиться вместе со всеми, порадоваться, и вот, ну, вкушу вот этот хлеб. Я думаю, что Господь улыбнулся в ответ. Я считаю, что это наш выбор, причащаться или не причащаться всегда. В Москве причаститься всегда есть возможность. И наши священники, и не наши священники. Мы прекрасно знаем, что люди в деревне там за много километров ходят причащать бабушек и умирающих, и болящих, и всех. И уж в Москве, если человек хочет причаститься, он всегда может делать этого. И жалеть здесь некого. Другой вопрос. Побыть с человеком, с больным, если он этого хочет. Это другой вопрос. Как-то помочь ему. Если человек хочет приехать на литургию, а он физически не может, по нем еще по своей, то за ним, за ним на машине. Но это уже другой вопрос. Это уже не про жалость и сочувствие. Это просто какие-то дружеские уже такие дела. И я когда кого-то подвозил до церкви, до храма и назад на машине из наших прихожанок, я испытывал больше, может быть, радости, чем они сами. И я говорил, вы не стесняйтесь, пожалуйста, вот мне сообщите, что я хочу поехать. Не надо думать, что мне неудобно. Если мне будет неудобно, я скажу нет, что я не еду в этот раз, или я не успеваю завоевать. То есть ничего страшного. И поэтому это остается выбором человека всегда. Жалеть, мне кажется, жалеть кого-то другого нужно. А здесь, если человек, тем более в нашей деятельной общине, где много всяких и групп, и встречи, и занятий, я почти уверен, что у каждого есть полная телефонная книжка контактов, с кем соединиться, с кем договориться, с кем попросить приехать и так далее. То есть это все-таки является выбором человека. Да. Ну, кстати, я вот сейчас подумал, что святые отцы, многие об этом в житаях написано очень отчетливо, что многие святые отцы для того, чтобы пробило их, для того, чтобы получить вот это вот ощущение благодати, просто уходили вообще-то в одинаково. Уходили далеко, где бы их... Многие, собственно говоря, монастыри на севере, поэтому только были организованы. Туда приезжали из мира люди. Им нужно было как раз одиночество. Конечно. И вот в истории Сергия Радонежского, и Александра Цверского, это, да, человек вообще в лесу жил, это был его осознанный выбор, и все скиты, это когда старец даже уже из монастыря уходил от суеты молиться. Но это, да, это выбор. И это выбор, и это выбор, человек делает этот выбор сознательно. То есть получается вообще, что когда ты с Богом, одиночества в принципе не существует. Либо это бедный русский язык. Одиночество и одиночество. Одиночество с Богом – это уже не одиночество. Я думаю, то есть человек, который приходит на группу самопомощи, на любую, связанную с химической зависимостью, связанную с какой-то психотерапевтической поддержкой и прочее, там начало, то, что человек должен заявить о проблему, попросить о помощи. Вот. Я думаю, что здесь то же самое. То есть если у человека есть какой-то внутренний такой вот, какой-то разлад, и он не может сам, то уж он должен хотя бы прийти куда-то. Вот. Куда-то прийти или как-то хотя бы заявить, сказать, ребят, мне нужна помощь. Возьмите меня с собой. В ковчег ваш. То есть если ты ничего не говоришь, то тебя никто и не услышит. Ты будешь сидеть у себя дома, жалеть себя, плакать, рыдать, отпиваться к чаем или кофе, и у тебя может не позвонить телефон. Вот. При этом у человека будет полная телефонная книжка. Но это как бы так вот я специально заостряю ситуацию. Эта ситуация, она вряд ли возможна. Если у человека полная телефонная книжка, у него всегда молчит телефон. Это вряд ли возможно. То есть это какая-то... Я специально так как бы немножко заостряю. И получается, мы возвращаемся опять, что это выбор человека. Значит, человек хочет, значит, ему так комфортно. То есть мы сейчас, по сути дела, говорим не о тех людях, которые по каким-то причинам не могут прийти в храм реальным, физическим, техническим, а о тех людях, которые могут и не приходят. О тех людях, которые хотят и боятся. Вот что реально мы можем, должны и надо ли это делать? Или все-таки храм – это часть церкви, а церковь – это все-таки прежде всего Иисус Христос? А мы-то что? Все ответы правильные. Все здесь, все, что сказано, все правильно. Я считаю, что у нас очень много чего есть. Что мы… Ну, я про наш приход сейчас говорю, что у нас много чего есть. У нас на сайте есть телефоны, есть ссылки, есть то, сё. Мы в каком-то смысле перекормлены. Мы, я сейчас москвичи, наверное, не говорю, мы перекормлены. У нас столько всего. Вы знаете, я… Ты знаешь, я… Мы с супругой были во Франции, сейчас отвлекусь немножко, мы были во Франции, в Лионе, лет семь, наверное, назад или… Да, около этого. И в центре Лиона был август месяц, период отпусков, вот город полупустой, и мы заходим в прекрасный католический храм, такой собор какой-то вот невероятно красивый, абсолютно пустой внутри, никого кроме нас. Вот. И стоит при входе стол, и стол просто усыпан, завален самыми различными такими буклетами с приглашениями. Вот мы вас приглашаем туда-сюда. Они невероятного качества, то есть вот супер глянцевая такая, вот как вот глянцевый журнал, вот прям вот такого супер качества, вот эта вот печатная продукция, приглашения на семейные какие-то встречи, на, значит, какие-то мастер-классы, то, то, весь стол завален. Я думаю, ничего себе. Сколько у них всего. И храм пустой. Никого нет. То есть такое предложение превышает спрос. Вот. То есть кто-то этот буклет возьмет, и стоит рядом служитель, который готов с тобой поговорить об этом. Вот. То есть это не пустой стол стоит. За этим столом стоит человек, какой-то служитель церкви дежурной. Я думаю, ничего себе, как здорово и интересно. Вот нам бы так. А потом проходит время, и я думаю, а есть ли жажда у тех людей, которые приходят, им вообще это нужно или нет? Вот. Мне кажется, что много чего у нас есть уже. особенно у нас сейчас служба вот этих добровольцев, КИД, которая моментально реагирует на заявки прихожан, на кого-то отвезти, привезти продуктов, всякие разные запросы. не только это. Много чего есть. Много всего групп самопомощи и прочее, 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 при приходе у нас есть. И, ну, не клюнуть на это, ну, это значит, уж совсем как-то человек, видимо, может быть, не хочет. и вытащить его тогда не получится. Мне кажется, что человек как-то должен этого хотеть все-таки. Вот. Что мы можем сделать для этого человека? Другой, еще раз, мы не берем ситуацию, когда человек заболел и там не может ходить или не может перемещаться или временно на карантине. Мы сейчас не об этом. мы сейчас о том, что человек теоретически может приехать и он не едет. Сложно для него что-то сделать. Ему можно позвонить, но если мы знаем его. Я вот, например, сегодня увидел в нашей храмовой переписке, что там брат один заболел ковидом. Я ему написал, он мне ответил. Мы попереписывались на интересную тему и как-то здорово и какая-то вот связь в этом есть, какая-то жизнь. Потратили друг на другу пять минут и как-то вот сердце наполняется от этого. Ну, надо же написать человеку. Надо быть знакомыми, надо иметь этот номер телефона. а если человек сидит в своей скорлупе и не хочет оттуда вылезать, ты его оттуда не вытащишь. Ну, да. Должна появиться жажда. Еще раз, мы все-таки говорим, да, здесь надо просто различить две ситуации. Мы сейчас не говорим о людях вне церкви, потому что человек вне церкви обязательно нужна миссия с людьми, нужно как бы человек первый раз пришел в храм, с ним нужно обязательно поговорить, с ним нужно как-то вот уделить ему время, если у него действительно, я вспоминаю, у меня было куча вопросов, должны были люди быть какие-то, которые на них ответят, и они мне попались. Мы сейчас говорим о тех людях, которые в церкви. Не в том, чтобы преодолеть разобщенность. Задача стоит в том, чтобы прежде всего создать внутреннее поле благодати, которое может зависеть в том числе от наших молитв, от наших усилий. И если это будет в церкви, то тогда и все остальное придется. Как ты думаешь? Да, человеку, если человеку нужен Христос, мне кажется, что у него вообще проблем в жизни мало, если человеку нужен Христос, потому что он обязательно откликается, всегда, всегда откликается на человеческий Л